Привет, друзья! Это у нас будет новая серия. Мы проснулись в Невиномыске. Вы это видели в прошлой серии, то, что мы сюда в ночи приехали. Сейчас у нас цель добраться до Грозного, дальше через перевал в Дагестан. Ну и там где-то осядем. И в дальнейшем будем куда-то выезжать в горы, показывать вам красоту. Давайте я вам покажу вид из окна нашего отеля. Тут какая-то мебель, фикс прайс, ничего удивительного и парковка. Нам нужно еще 15 минут. Мы соберем наши рюкзаки и пойдем прыгнем в тачку. Единственное, чем меня беспокоит, надо бы где-то поесть. Хотел еще дополнить, что спали мы сегодня долго. Я встал в 11.40, в 12 выселения. Но я думаю, нас не сильно отругают из-за того, что мы немножко позже выходим из номера. Потому что и приехали мы в 3 часа 10 минут, заселились сюда фактически в 3.15. Ну и сейчас в 12.40. Хотя не видно, наверное, вот так. Вот, 12.40. Что прекрасно, солнышко. Я уже соскучился по солнышку. В Москве просто 500 оттенков серого. И даже не помню, когда солнце-то вылезало в последний раз. Но я надеюсь, что нас это автопутешествие порадует. И мы будем часто видеть солнечную погоду. Ну и наслаждаться. В Ростовской области вчера так заговнякал кроссовки. Вон, смотрите. Ладно, ничего. Почистим. Но не в номере. С собой нет влажных салфеток. Очень люблю эти кроссы. Купил их в Сочи тысячу лет назад за 3 тысячи рублей по бонусам. Скетчерс. Тряпочный, классный. А вчера я проездил 14 часов. Ну и понимаете, да, что происходит с ногами в какой-то плотной, некомфортной обуви. Эти легенькие, клевые. Я всегда их беру в автопутешествия. И вам рекомендую. Заканчиваем дискотеку. Надо выходить. Здесь вискали ракеты. А сегодня... И обрати внимание, голубое небо. Классно же? Я очень соскучился. Задолбало серое небо. Все, заканчиваем упражнение. Сейчас опять мокрая будет. Но актриса, но актриса. Друзья, на улице прям весной пахнет. Очень тепло. А? Как будто, да, резко переместились. Другой климат. И солнце. Это, конечно, круто. Давайте я вам немножко покажу обстановку. Короче, мы с Катюхой за кадром обсудили, что сейчас поедем в Пятигорск. Там вкусная дочка последняя на Кавказе. Выхватим кофе. Ну и, наверное, там и перекусим. Невиномыски не стали этого делать. Далее мы поедем в Грозный. В Грозный переночуем. И уже с утра поедем через перевал, через все горные хребты, через вот эту красоту в сторону Махачкалы. Погода прекрасна. А, нифига себе, здесь открыли. У-у-у, это кайф. Да, я туда заеду. Ребята, я даже не знал. Такое ощущение будет у нас семья, поклонники вкусной точки. Реально, в каждом влоге мы так радуемся. Да дело в другом. Просто кофеку вырубить охота. А в кофейнях, ну давайте откровенно говорить, что-то как-то не особо. Может быть, я выбираю такие, но мне всегда невкусно. При этом я люблю хороший кофе. Вот сердце пицца у меня в сердечке. Отлично, у меня вкусная точка, так, из 10 на 4 или 5, наверное. Даже на 4, наверное, да. А вот вчера в кофейне эти круги кофе было, ну, мне очень понравилось, на 8-9. А вот капучино их было, ну, такое, средненькое, я бы сказал. Круто, здесь теперь на Миндавусске есть вкусная точка. Мне надо только единственное, наверное, по-другому было проехать. Ну, ладно, ничего, тут тоже есть разрыв. А, тут его вообще нет. Классно, классно. Ну, ладно, ничего страшного. Я небольшой этот крюк сделаю. Разверну сейчас через заправку и заеду во вкусную точку. Первый раз просто, что-то не среагировал. Плюс камера, плюс стик в руке. Вот. И давайте еще раз вам солнышко покажу. Вдруг соскучились. Так. И он заест. Супер. Я очень рад. Я есть-то не хочу бургеры. Я хочу только кофейку вырубить. А если бы мы рано встали, можно было бы и на завтрак попасть. Интересно, а там авто есть? Должно быть. Мы с Катюхой оба удивились. Давно не видели такой старенький жигуль. Там даже, смотри, лайбака нет сзади. И чуть-чуть, чуть-чуть ржавчина. Ну, прикольный цвет. Такой прям ретро. У меня есть вопрос. Почему показывают то, что там, ну, такие достаточно старые фильмы, которые не черно-белые, цветные уровни, да? Угу. Показывают то, что все машины, там, красные, желтые, зеленые, синие. А сейчас почти все черные, белые, серые. Очень редко можно встретить какие-то цветные машины. Реже, чем черные, белые. Ну, это можно посмотреть фильм «Служебный роман», где там Москву показывают. Там действительно все вот таких оттенков. Это, мне кажется, как-то веселее. Хотя я сама лично, мне больше нравится черный-белые машины, но лично для себя. А я по очереди покупаю то белую, то черную, то белую, то черную. Ну, да, есть такое. Все, ребятки, у нас сейчас долгая прямая будет, ближе к Пятигорску. Там есть «Лукойл», мы еще раз заправимся. По топливу у меня 590 километров. С момента заправки средний расход 5,3. Блин, это просто прекрасно, конечно, потому что на вольвешнике из-за полного привода гораздо больше. Я, конечно, повторяюсь, и не первый раз уже дифирамбы пою этой машине. Но я, правда, говорю, если хочется автопутешествовать и не очень много денег, можно взять «Шкоду А7ФЛ», бэушную, и вообще кайфовать. Вот тебе и отель, пусть маленький, но все равно небольшой домик, так скажем, да? Я не могу не ловиться, я так рада в погоде вообще. Перехватили немножко снеков, наггетсы, креветки, соуса. Ну и показываю вам. Маршрут построил в Грузный Молл, 408 километров, 5,5 часов. Прибудем туда к 7, потом пойдем в марокканский ресторан. Я там возьму самый любимый мой, без трогана. Купим сухой шампунь для Катюхи. Ну, так побродим, там переночуем, выберем какой-то отель. Ну и на следующий день в Махачкалу, Дагестан. Такие дела. Сейчас мы на длинной прямой, очень скучной. Она 100 километров длиной. И дальше у нас будут пятигорские эти холмы. Не помню, как называется, но кто давно меня смотрит, то вспомнит. Заправимся на Лукойле. Ну и поедем дальше. Такой план. Просто посмотри на это. Погода супер, ребят. 11 градусов. Снега нет. Снега нет. Да, это очень необычно видеть. Спасибо. Блин, у нас будет скоро. Потому что вот буквально несколько дней назад, до того, как у нас в Москве плюсы наступили, помнишь, сколько снега было? Все прекрасно. Только моя зимняя резина сейчас говорит. Нет, Андрюшка, мне некомфортно. Надо просто не быстро ехать и не газовать, иначе шипы нафигеть все. Мы в горы поедем, там могут быть. Нет, там туда, там это все пригодится. Сейчас не круто. Ну вот и наступил перевалочный пункт, когда мы въезжаем на Кавказ. Практически добрались до Пятигорска. Тут вот красивые горы виднеются. Сейчас заедем на самую красивую заправку Лукойл. И уже наслаждаться тем, что горы будут все выше и выше и выше. Но правда стемнеет скоро. Сейчас время 2 часа 24 минуты. Поскольку тут темнеет, я позавчера мне говорила, но я, правда, уже забыл. Что-то в 4 с копейками, да? Поэтому наша еще основная задача, это чуть раньше просыпаться, стартовать и смотреть на красоту. Все, ребят, я заправился на 1448 рублей на самой живописной заправке Лукойл. Чем она мне нравится? Ну, потому что здесь вот такой вид. Конечно, вблизи тут не очень симпатично, потому что куча мусора. Но на фоне гора. Она находится прям в 5-7 минутах езды от Минеральных Вод. Сейчас немножко позаписываем, отдохнем. Ну и поедем дальше, уже в сторону Грозного, как я и говорил. Где-то буду повторяться, но повторение мать учения, ничего страшного. Плюс я сам иногда забываю, что говорю. Ох, ребят, так тепло еще здесь, 8 градусов. Замечательно. Голубое небо, супер. Все, вылезла Катюха. Сейчас тоже чуть-чуть позаписывает, я ей не буду мешать. Да? А я все равно не слышу, что она там говорит. Сейчас так Катюха рассмешила, я сажусь в машину, она сидит недовольный. Я говорю, что такое, ну выйди из машины, мне надо записать, а ты слушаешь. Он там ходит, бродит, колобродит. Стесняется меня, я не знаю. Вот, тут есть мусорка. Сейчас я после того, как она там все позаписывает, чуть-чуть повыбрасываю. У нас там накапливается. Я знаете, что вспомнил? Что не первый раз именно на этой заправке ко мне подходили какие-то попрошайки на убитых шестерках и просили деньги на бензин, типа, все у них закончился, там, и так далее. При этом, когда я им отказывал, они педаль в пол херачат, все у них там есть. Не знаю, зачем они это делают. Еще и обижаются при этом, если им денег не даешь. Ну, есть вот такой момент. Я здесь ночевал раза три, наверное, и два раза вот ко мне прям подъезжали и просили денег. Такой моментик. Мы молодцы. Теперь хоть нормально можно снимать из окна. Стекла чистые. Сейчас взял вафельное и прошелся по стеклам. Вот, смотрите, как будто сперли прям. Все, едем? Да, я решила палочку взять. И у меня где-то здесь есть махрушка, чтобы ветер защитить от ветра. Это да. Ты на улице, кстати, часто снимаешь и забываешь. У тебя, возможно, он продалбливает там микрофон. Ровно 300 километров, друзья. Все, погнали. Красота. Вообще. Жалко, опять же, что через час стемнеет. Ну, ничего. Мы договорились, что сегодня я ляжу пораньше и постараемся встать завтра в 8 утра. Мы уже попробуем? Конечно. Ну, вот. А то мы так все нафиг проспим. Еще немного красивой дороги вам покажу. Через полчаса стемнеет, поэтому уже видео будет темное. А тут хотя бы чуть-чуть вы увидите гор, небо. Даже закатец какой-то там виднеется за виноградником. Очень-очень красиво. Мы с Катюхой прямо в предвкушении. Надеюсь, завтра будет солнце. Прошлая наша поездка по горному хребту, озеру в Чечне, Кизинуэм. У нас вообще неудачная была. Понимаешь, какой туман был? Вообще нечего снимать было. Машина, блин, вот как фура, видите, да, впереди едет. Ее уже не было видно. То есть очень густой был. Но сейчас мы справимся. Субтитры создавал DimaTorzok Прошло несколько часов. Мы сейчас находимся в республике Ингушетия. Через 5 минут у нас уже будет граница с республикой Чечня. Там мы пройдем контроль. Ну и дальше по прямой до Грозного. Когда приедем в Грозный, я уже говорил, зайдем в торговый центр, поедим, там выберем отель и уже поедем отдыхать. Вот такой у нас план Капкан. Сегодня я не планирую монтировать. Только по работе кое-что надо. Там сделать анкетку, заполнить. И в принципе все. Будем чилить, смотреть сериалы. Короче, бездельничать и отдыхать с дороги. Вчера у меня очень долгий путь был. Проехал больше тысячи, там, наверное, 200 километров. Это достаточно много. Поэтому я не хочу уходить в износ и больше отдыхать. Тем более времени у нас предостаточно. На улице сейчас холодно. Может быть, видите, немножко пар идет. Всего 3 градуса. Резко похолодало. Хотя днем мы наблюдали температуру до 11 градусов. Солнце светило. День прекрасный. Ну сейчас, ну понятно. Когда ушло, наступила такая туманность. И прям прохладно. Отель забронировала. Ой, супер. А я тебя встретить прям ухода хотела, но не успела, потому что фары протирала. Какой? Сюрприз? Тот самый. Который на проспекте Путина? Или какой тот самый? Да. А, ну все отлично. Там завтрак включен, помнишь? Проносили всякие эти приколдесы. Просто там был еще один прикольный. Но там, во-первых, занят обычно, только есть люкс. Ну там что-то вообще прям очень дорого. Ну нам нафиг, помнили. И завтрак не включен. Поэтому лучше мы вот этого возьмем. 5 тысяч. Хорошо, отлично. Нормально, потому что другие вообще там. Нет, супер. Потому что ребят, сегодня пятница. И, ну как правило, отели забиты. Еще, конечно, скажу. Да. На счет отелей. Там есть классные варианты. Можно даже за 3,500, за 4 найти. Такой достойный хороший отель. Но это все 5 километров от центра. 3 километра. А я прям будет возле Грозного. А там классно. Там тачку поставил. И там пешком можно дойти до всего. Да, да, да. Поэтому я его и взяла. Потому что остальные прям не приколады. Не, молодец. Да, да. И именно его я и хотел как раз заказать. Только он так подорожал. Меня чуть напугали. Возможно, из-за того, что интернет был не очень хороший. Там было написано, что не же 22. Типа красным горелось. 22 по 23. Нет свободных мест. Я так думаю, нет, блин. Потом обновила. Есть. Забронировали. И все крутяк. И вот она КПП-шка между Ингушетией и Чечнёй. Днём, конечно, прикольнее вам показать. Там здоровый флаг висит. Но сейчас ночи очень тяжело всё это дело снять. У них отдельно стоящее здание. Сейчас, наверное, придётся открывать окошко. Он там что-нибудь спросит. Я им скажу. Мы в гости. Грозный. И поедем дальше. Как-то так. Небольшая очередь. Ну, тут быстро. Потому что ничего не досматривают. По крайней мере, ни разу такого не было. Добрый день. Здравствуйте. Когда полиция была? Откуда, куда? Из Москвы в Грозный. Удачи, Светлана. Всё? Быстро. Потому что они статистики собираются. Ки-кородовщики приезжают. А потом бланки сдают. В этом году у москвичей было столько-то. Мы и там побили рекорды. Ну, всё, друзья. Едем уже в Грозный. Тут по прямой, в принципе, ничего интересного не будет. Дорога достаточно тёмная. Но периодически там будут встречаться какие-то заправки. И всякие мелкие бизнесы. Ещё есть отдельный факт. Там, где вывеска Грозный, больше чуть дальше. Там всё время останавливаются за чем-то автобусы. И они там фоткаются напротив этой вывески. Но я никогда там не останавливался. Но на видео просто снял. Вывески. Всё. Мы приехали в Грозный мол. Поставили уже машину. Открытая стоянка стала платной. Не знаю, правда, сколько стоит в час. Но потом я вам расскажу, сколько мы простояли и сколько это стоит. Я сейчас почищу свою обувку. Потому что вот так вот, как позорище, я в ТЦ идти не хочу. Тем более мы в рейстик. Ну всё, будем кусить. Ой. Ой, видите, какая чистота, блин. В кавычках. Хочется соответствовать как-то. Сейчас, Катюнь, секунду. Ну так как мы находимся в Исламской Республике, то я Катюхе заранее говорю. Дон тач. За руки не держимся, не целуемся. И она, когда мы здесь проводим несколько дней, потом говорит, всё, я это сейчас зацелую и заобнимаю. Жди. Я уже начал жевать хлеб. Очень голодный. Ну такие прикольные, воздушные. Ой. Не, не. Не сдувай вторую. Вторую не буду дывать. Если что, попросим ещё одну приготовить для видео. Ждём без троганов. И кайфуем от еды. Вот блюдо моей мечты. Сейчас я это всё вточу. И буду счастлив и довольный. После меня можно даже не мыть. Смотрите, ну чуть-чуть осталось, просто я весь хлеб доел. Очень вкусно, ребят. Рекомендую. Маракеш. Без троганов, просто бесподобный. Так, сейчас надо разобраться, какое здание отель. По-моему, вот это всё-таки, Катюх. Сейчас я вам сделаю небольшой обзорчик отеля. Что мы купили? Ну, наверное, с двух камер. Ну и всё. Закончим этот влог. Дал Катюхе отснять обзор номера. Теперь моя очередь. Начинаем. Вход-выход. Тапочки. Почему-то на одного человека шкаф. Сюда можно повесить одежду. Либо спрятаться. Так, видок у нас на проспект Путина. Вот, друзья. Широкая улица. Трёхполосная дорога в каждую сторону. И здесь немножко ещё видно. Я когда сюда приезжал в восемнадцатом году, свою бэхо чёрную ставил. Не знаю, видно или нет, вот где гаишник, там вот парковка. Окна тут поменялись. Смотрите, двойные стеклопакеты стоят, и они открываются вот так вот на себя. То есть открыть и позырить больше невозможно. Что у нас там дальше идёт? Мой любимый туалет, над которым я всегда угораю. Потому что он достаточно высоко вот так вот стоит. Иди, Катю, засними меня, ещё раз покажу, я не могу. Такая ржака. Мама, когда первый раз увидела, очень угорала. Вот так вот сидишь, как мальчик-зайчик. Так, идём дальше. Тут у нас душик. Вот, ванны нет. Мы до этого жили... Диагест. Да подожди, мы с тобой жили в двенадцатом номере, и там ванна была. You can use this. Так, и чё? This. Ладно, да, я досниму. Телек есть, стул есть, где-то посидеть за компом, местечко, диванчик, водичка, всё есть. Кроватка, вроде неплохие здесь матрасы. Подушки, ну подушки так себе. Блин, аккуратно. И мини-бар ещё покажу. Вот, но он тут прикольный, потому что тут много всего. Я уже много раз рассказывал, что в отеле Central City, наверное, самый богатый мини-бар. Единственное, ребят, цены подросли. Я, к сожалению, не могу вам открыть видос с восемнадцатого года. Ну вот, смотрите, Coca-Cola, 250 рублей. А раньше, первый раз, когда я увидел, цены были как магазины. Всё. Всё, инфляция, и они тему пронюхали. Смотри, видишь, тут на полотенце для ног лежит вот эта вот штучка. Так. Это написано. Уважаем вы гости Central City Hotel. Данную тряпочку вы можете использовать для того, чтобы вытереть макияж, кофе, масло или грязь. Если вам нужно больше тряпочек, обратитесь на ресепшн. Ну так вот. Больше тряпочек. Так, и ещё один момент. Ты, кстати, не отсняла, а я отсниму. Что мы купили в Караванбаши? Первый вот печеньки Арион Гуте. Воду мы взяли из тачки. Взяли сушёное манго. Мамы, завидуйте. Ну ничего, мы вам тоже привезём. Баунти Милки Вей. Клубничный обычный вкус. Дальше. Это мы купили в магазине, ну рядом там с техникой. Это для крепления айпада или телефона. И зарядку на 30 ватт. Потому что у меня 17 ватт. Её недостаточно, чтобы заряжать айпад. Сухой шампунь. Не разбираюсь в них. Показал. Дальше. Вот такая вкусняшка местная. Джиганатх. Вот. Медово-ореховый со сгущёнкой. Спасибо, что подсвечивает. Это очень удобно. Так, что у нас тут дальше? Оно у нас сушёное. Это я себе взял попробовать к сериальчику. Вот такой обалденный изюмчик. Жамба. Золотой чили. 300 грамм. 356 рублей. Дороговато, но он очень вкусный. Очень. Дальше. Ну вот эту гадость. Вот котелка себе купила, естественно. Я такую не ел. Да? Шучу. Орешки. Земечки полосатые с солью. Вот такой обалденный напиточек. Ежевичный. Арарат. Видите? Компот. Сколько тут? 1100 грамм. Очень тяжёлая бутылка, блин. Весит пол пакета. А Гушу это я не видел. Катюха взяла. И что тут ещё валяется? А, ну и шоколадки от компании Елен Моносир. Ну это которые миллиардеры там какие-то нереальные. Гречишные. Очень вкусные. Да и в принципе вроде бы всё. Всё. Обзор закончил. Всё, ребят. Будем отдыхать. Надеюсь понравился сегодняшний день. Где-то он был несуразным, но как есть. Всё. Встречаемся в следующем влоге. Уже будут горы. Субтитры сделал DimaTorzok